МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2009 года в мировом медицинском календаре 25 мая отмечается как Всемирный день щитовидной железы. Уже один этот факт свидетельствует о важности данного органа в теле человека. Наши умственные способности – сон и аппетит, состояние костей, состояние кожи и волос, а также репродуктивное здоровье, способность выносить и родить здорового ребенка – все это щитовидная железа. От чего зависит состояние органа бабочки, какие проблемы можно предупредить? Именно об этом сегодняшний наш разговор. Щитовидная железа – самая большая в эндокринной системе человека. Основной ее функцией является выработка тироидных гормонов, которые, в свою очередь, стимулируют обмен веществ во всех клетках и регулируют практически каждый процесс в организме. Щитовидная железа не афиширует свои недостатки и часто симптомы, которые показывают нарушения в ее работе, такие же, как и при других заболеваниях. Человек может жаловаться на повышенную утомляемость, слабость, бессонницу, головные боли, понижение работоспособности, раздражительность и даже депрессию, объясняя все усталостью и даже не догадываться, что виновником этих многочисленных проявлений является орган-бабочка – наша щитовидная железа. Сейчас время представить моих сегодняшних гостей. Сегодня о проблемах щитовидной железы мы будем говорить с врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры внутренних болезней номер один с курсом эндокринологии Гомельского медицинского университета Мариной Петровной Каплеевой. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. А помогать нам сегодня будут традиционно студенты Гомельского медицинского университета – это Кристина Козлова и Владимир Мамонов. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Чтобы не терять время, давайте мы с вас и начнем. Первый вопрос сегодня для вас. Внимание на экран. Чуть больше ста лет назад один аспирант кормил головастиков различными тканями животного происхождения. Это несложное лабораторное исследование, которое сегодня подошло бы для школьных занятий по биологии, принесло поразительное открытие. А вот что это было за открытие, к чему оно привело и кем впоследствии стал этот аспирант – это вопрос для вас. Ребята, у вас будет время покопаться в истории и найти ответ на этот вопрос, а мы пока начнем наш разговор. Марина Петровна, известно, что заболеваний щитовидной железы достаточно много, но если говорить о клинических проявлениях, о морфологических изменениях самой щитовидной железы, то можно их разделить на какие-то определенные группы заболеваний. И первая из них – это группа заболеваний, которая сопровождается повышенной продукцией гормонов щитовидной железы или то, что называют сириотоксикозом. Какие основные клинические симптомы, что вот об этом нужно знать? Повышение функции щитовидной железы или повышение выработки гормонов щитовидной железы может сопровождаться прежде всего повышенной раздражительностью, эмоциональной лоббильностью, нарушением сна, головными болями. И самый важный симптом – это снижение массы тела. Человек при хорошем аппетите теряет массу тела. Потом появляется дрожь в теле, дрожь в кончиках пальцев рук, становится невозможно писать, владеть ручкой. Появляются и другие симптомы – сердцебиение, повышение артериального давления. И некоторые пациенты, внимательные к себе, могут заметить увеличение размеров шеи. Иногда повышение функции щитовидной железы или тиротоксикоз сопровождается так называемыми глазными симптомами. То есть происходит изменение со стороны глаз, и первое, что становится заметным – это экзофтальм. Кроме того, появляются симптомы ощущения рези, песка в глазах, давления в области глаз. И это, конечно, требует обращения к эндокринологу. То есть такая большая клиническая картина, много очень симптомов, и нужно разобраться, к какому специалисту обратиться. Конечно. Большинство симптомов действительно могут быть и при других заболеваниях. Но вот изменение со стороны глаз, увеличение размеров шеи, конечно же, привнимательные пациенты могут определить сами. Или обязательно даже участковый доктор-терапевт должен на это обязательно в первую очередь обратить внимание. В народной медицине известно говорят, что засуха не лучше наводнения. Или наводнения не лучше засухи. И если перефразировать эту народную мудрость, то есть другое состояние. Это когда недостаток гормонов щитовидной железы. Это уже другое, тоже не менее серьезное состояние. Какие здесь симптомы? Да, Татьяна Николаевна, в самом деле гипотироз или снижение продукции гормонов щитовидной железы тоже приносит немало бед организму. И симптомы этого заболевания еще менее специфичные. И изменения со стороны всех органов, такие же изменения со стороны всех органов, могут быть при других заболеваниях. И только собирать вместе все симптомы, анализировать их, внимательно оценивать. Может действительно специалист-эндокринолог. Хотя об этом должны знать и сами люди, и должны знать, конечно же, врачи, которые наблюдают. Симптомы гипотироза проявляются медлительностью, нарушением памяти, забывчивостью, повышением массы тела при плохом аппетите, отечностью. Причем отечность характерна. Это отечность языка. Язык может мешать во рту, затруднять речь. Отечность голосовых связок приводит к тому, что огрубеет голос. Отечность век приводит к тому, что глаза становятся как щели, уже. Отек со стороны всех органов и систем, в общем-то, и был описан впервые как миксидема, что есть и называется слизистый отек, сопровождается и снижением переваривающей функции желудка и кишечника, запорами. У женщин это могут быть нарушения менструального цикла. У мужчин снижение либидо. Повышение массы тела сопровождается еще и нарушениями липидного спектра сыворотки крови, то есть повышением уровня холестерина и других фракций атерогенных липидов. И если говорить о многосимптомности заболевания гипотироза, то практически все органы и системы страдают от дефицита тироидных гормонов. Вплоть до таких ситуаций, как и снижение слуха, сухость волос, ломкость ногтей, сухость кожи, зябкость, похолодание, то есть малоспецифичные симптомы, на которые, наверное, сложно обратить внимание, как симптомы болезни, тоже являются проявлениями гипотироза. Марина Петровна, ну и третья группа заболеваний – это те заболевания, которые обусловлены изменением морфологии самой железы, ее диффузное увеличение или формирование узлов. Ну, здесь иногда можно, конечно, заметить, что воротник рубашки становится маленьким, когда железа уже значительно увеличена. Но, наверное, есть какие-то и другие симптомы этих заболеваний. Тут Вы правы, Татьяна Николаевна. Симптомов изменения структуры щитовидной железы без нарушения функции, то есть если меняется только структура и не сопровождается гипотирозом или тиротоксикозом, то такие симптомы, наверное, становятся заметными действительно, когда щитовидная железа значительно увеличена, видна на контуре шеи. Дело в том, что с возрастом щитовидная железа опускается. Это связано с игнотной тканью, растяжимостью, ну, как и появление морщин. Поэтому у людей с короткой шеей, с возрастом, щитовидная железа приобретает загрудинное расположение. И поэтому увидеть ее и даже пропальпировать, если доктор осматривает, пропальпировать ее сложно. И такие изменения могут быть видны только при ультразвуковом исследовании щитовидной железы. А если щитовидная железа хорошо видна на контуре, то тогда, конечно, это может быть одностороннее увеличение, двустороннее увеличение щитовидной железы. Бывает так, что единичный узел становится заметным на контуре щитовидной железы. Например, киста больших размеров или коллоидные узлы. И тогда внимательные пациенты, внимательные люди, которые, в общем-то, следят за своим здоровьем, могут это самостоятельно заметить и уже, конечно, целенаправленно обратиться. Ну, а если не самостоятельно, то врач, наверное, терапевт, просто на приеме должен порекомендовать, да, пациенту пройти к музею щитовидной железы. Имеется, да. Прежде всего, малоинвазивное, доступное, достаточно быстрое исследование позволяет верифицировать наличие изменений структуры. Причем при ультразвуковом исследовании видны не только узловые образования, но и другие некоторые феномены, которые позволяют определиться с проблемой щитовидной железы. Марина Петровна, существует ли наследственная предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы? То есть генетическая, может быть, предрасположенность? Да, разумеется, существует и предрасположенность к тому же диффузному зобу, особенно в женской популяции. Известно, что зоб чаще встречается среди женщин. Это связано с тем, что эстрогены потребляют для синтеза эстрогенов, необходим йод, и для связывания эстрогенов тоже йода требует большей потребности в женском организме. Поэтому даже увеличение щитовидной железы чаще встречается в женской популяции. А вот заболевания аутоиммунной природы, в том числе и гипотироз аутоиммунного происхождения вследствие аутоиммунного тироэдита, аутоиммунный тироотоксикоз, конечно же, имеют предрасположенность, связанную с так называемой системой АШЛА-генов. И определенные хромосомные локусы на шестой аутосоме предполагают вот таким аутоиммунным заболеваниям, которые приводят к нарушению функции. Могут сопровождаться тироотоксикозом, могут сопровождаться гипотирозом. Марина Петровна, вот это слово аутоиммунные немножечко пояснит. Что значит аутоиммунные? Собственные какие-то механизмы против тканей? Аутоиммунный механизм, Татьяна Николаевна, достаточно сложен. Он изучается и в настоящее время учеными во всех странах мира. Это ситуация, когда в собственном организме вырабатываются антитела своим органам. И существуют аутоиммунные заболевания и щитовидной железы, и других эндокринных органов, и неэндокринных органов. Причем поражение одного органа аутоиммунным процессом может в скором времени приводить к поражению и эндокринного органа. Например, при поражении щитовидной железы может задействован быть надпочечник, аутоиммунный сахарный диабет может развиться. И могут возникать неэндокринные аутоиммунные заболевания, такие как аутоиммунный гепатит, аутоиммунная анемия. Большая группа заболеваний, которые обусловлены вот таким общностью патогенеза какого-то. Совершенно верно, Татьяна Николаевна. Спасибо большое. Ребят, у вас было достаточно времени для того, чтобы найти ответ на наш первый вопрос. Я напомню, что это был вопрос о одном известном аспиранте, который использовал щитовидную железу, ткань щитовидной железы для кормления головастиков. Что же было в результате? Кто первый? Кристина, пожалуйста. В 1911 году аспирант Мюнхенской медицинской школы, в последующем уже известный биолог американский Фредерик Гудернач, он действительно кормил конской щитовидной железой головастиков. И он заметил, что происходил очень быстрый метаморфоз. И, естественно, что это стало толчком к тому, что мысли о том, что в щитовидной железе вырабатываются некие вещества, которые способствуют более быстрому росту и развитию. То есть быстрый метаморфоз из головастиков в лягушек? Да, в лягушек. Владимир, есть что-нибудь добавить у вас? Мне добавить есть, конечно. Несомненно, что щитовидная железа и ее гормоны оказывают действие на все системы органов в теле человека. Но здесь, в данном опыте, можно сказать, этот аспирант доказал некую, может даже, эволюционную... То есть этот гормон оказывает эволюционное действие на развитие головастиков. В 2010 году было проведено группой ученых из России и Африки еще одно исследование в Африке на озере Тана. Это озеро не так давно образовалось, всего 15 тысяч лет. То есть и в этом озере уже от одного предка карповых рыб образовалось 15 видов. То есть, по сути, за такой короткий промежуток времени такое большое количество разнообразия видов образоваться не могло. Поэтому они взяли группу мальков от этих карповых рыб и одну группу они поместили в воду с обычной концентрацией тероксина, в другую с повышенным содержанием и в третью с пониженным. И в итоге, в результате этого опыта было замечено, что у рыб, где было повышенное содержание тероксина, гормоночитовидной железы в воде, у них рудиментарные изменения в позвоночнике, они стали меньше. А у тех рыб, которые с пониженным содержанием гормоночитовидной железы, у них, наоборот, были некие изменения в позвоночнике. То есть, можно сказать, что третья исследовательская группа была, она больше уже к своим предкам возвращалась. Ну, вот такое интересное. То есть, можно говорить, что гормоночитовидной железы – это действительно очень интересный гормон, без которого невозможно представить жизнь. Больший эволюционный процесс, я так понимаю, ускоряется, да? Да, да, да. Ну что ж, хороший ответ, Нарина Петровна. Очень хороший. Да, тероидные гормоны на самом деле участвуют в дифференцировке и созревании тканей, и в появлении ядерокостенения, и очень важны в период внутриутробного развития ребенка, в ранние годы жизни, и практически всю жизнь без них никак нельзя. Они нас согревают, они дают нам мыслить, они нам дают активность. То есть, очень здорово. Ребята, второй вопрос для вас уже готов, поэтому внимание, пожалуйста, на экран. Первые эксперименты и научные открытия о природе гормонов действительно насчитывают чуть более ста лет. А вот хирургические операции начали делать раньше. Кто считается родоначальником этого направления в России 19 века, и какой вклад в медицину внес этот человек? Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Готовьте на нему ответ, а мы продолжим наш разговор. Марина Петровна, ну, лечение заболеваний щитовидной железы – очень разнообразные методы. Это и консервативная заместительная гормонотерапия, и хирургия. Вот интересуют эти ситуации, когда нельзя без хирургического вмешательства обойтись? Спасибо, Татьяна Николаевна. Интересный вопрос. Я бы, может быть, немножечко остановилась вообще о способах лечения заболеваний щитовидной железы и потом немножечко конкретизировала. Заболевания, сопровождающиеся нарушением функции щитовидной железы, то есть нарушением выработки гормонов, требуют в первую очередь консервативного лечения, то есть медикаментозного или лечения препаратами. Если это речь идет о гипофункции, о гипотирозе, то, конечно, мы применяем заместительную терапию или заместительное назначение препаратов гормонов щитовидной железы. И в этой ситуации у нас, пожалуй, единственный препарат – левотироксин. Дозы подбираются индивидуально, и гипотироз, независимо от его происхождения, то есть независимо от его происхождения, лечится именно заместительной терапией гормонами щитовидной железы. Если заболевание характеризуется повышенной функцией щитовидной железы тиротоксикозом, то тут у нас есть целый арсенал методов. Есть медикаментозное лечение, то есть мы назначаем препараты из группы тиростатиков. И если пациент успешно лечится препаратами тиростатиков, выходит в длительную ремиссию, то этим можно и ограничиться. Но, как правило, заболевания тиротоксикозом склонны к рецидивированию, и тогда мы применяем уже радикальные методы лечения, либо радио-йод-терапию, по некоторым показаниям проводится радио-йод-терапия щитовидной железы, или хирургическое лечение для того, чтобы компенсировать пациента. После оперативного лечения, после удаления щитовидной железы, тоже применяется заместительная терапия препаратами левотероксина. Структурное нарушение щитовидной железы, то есть узловые образования, можно условно разделить на доброкачественные и недоброкачественные, или злокачественные. Доброкачественные образования щитовидной железы, это, как правило, коллоидные узлы, которые формируются вследствие дефицита йода в окружающей среде, могут наблюдаться, и оперативное лечение требуется только в случаях сдавления органов шеи и зубом, или это выраженный косметический дефект по желанию пациента. Среди доброкачественных образований есть аденомы щитовидной железы, или недоброкачественные образования карциномы щитовидной железы, требуют оперативного лечения, и в последующем, если требуется, недоброкачественные или злокачественные образования щитовидной железы, также курируются применением радио-йод терапии. Нужно сказать, что щитовидная железа у нас такой очень важный орган и очень терпеливый орган, поэтому вот такие образования щитовидной железы, они, если своевременно пролечены, не угрожают жизни пациентов. Поэтому щитовидная железа, такой бабочкой ее называют, эта бабочка очень добрая и очень полезная. Если эту бабочку удалить, то получается, что нам надо замещать ее функцию таблеточками. Ну, хорошо, что мы теперь уже медицина освоила это, и мы можем это вполне качественно и хорошо сделать. Да. Но, тем не менее, заболевание очень распространено, более 50% населения имеют те или иные заболевания щитовидной железы, и поэтому активно стараются у себя профилактировать это. Иногда это делают крайне неграмотно. Конечно, уже мало тех случаев, когда в молоко добавляется йод, но, тем не менее, если говорить в целом о профилактике, какие ошибки допускают люди, и что все-таки являются эффективными способами профилактики заболеваний щитовидной железы? Для профилактики заболеваний щитовидной железы в местностях, областях, где есть дефицит йода, а вся Республика Беларусь является йод-дефицитной, применяется массовая профилактика йодированной солью. У нас Мозорский солево-варочный комбинат производит очень качественную, хорошую соль, есть морская соль, то есть этот продукт у нас доступен, и для массовой и слепой профилактики для всех может применяться, ну, в разумных количествах. Конечно, пересаливать пищу нет необходимости. Это слепая профилактика. Другие методы профилактики, то есть индивидуальной профилактики, все-таки должны подбираться специалистам. Недопустимо применение йодной сеточки на область щитовидной железы, ну, и такие, наверное, пережитки, как молоко с йодом, это вообще недопустимые вещи, потому что доза профилактического йода должна быть очень строгой. И счет идет на микрограммы, то есть миллионные доли грамма. Профилактическая доза йода для человека составляет 150 микрограмм в день. Это очень маленькая доза, очень важная, но ее тоже нельзя превышать. А как лучше все-таки принимать йод как отдельный препарат или в составе поливитаминных комплексов? Ну, мое мнение как специалиста все-таки, что это должна быть монопрофилактика. Существуют препараты различных производителей, содержащие 100 микрограмм йода в одной таблетке или 200 микрограмм йода в одной таблетке для отдельных категорий, у которых повышенная потребность все-таки в синтезе тироидных гормонов. Что касается витаминных комплексов, содержащих также некоторые ионы, нужно смотреть дозу йода, сколько там содержится. Безусловно, производители используют это для того, чтобы были и некоторые ионы в составе поливитаминных препаратов, но все-таки считается, что в отдельности, когда принимается этот препарат, он и лучше усваивается, и его доза больше контролируется. То есть абсорбция, такое понятие, как связывание с теми же витаминами, которые присутствуют в поливалентном препарате, тоже возможно. Марина Петровна, ну, наверное, нельзя не сказать о продуктах питания, да? Питание тоже крайне важно для восполнения дефицита йода. Какие продукты все-таки предпочтительно и кому? В питании необходимо, чтобы были морские продукты, которые содержат органический, природный йод. В питании важно достаточное количество фруктов. Темный виноград, хурма содержат также йод. Морская капуста содержит йод, но это из морских продуктов. И, кроме того, важно белковое питание. Ведь синтез гормонов щитовидной железы происходит из йода и аминокислоты тирозина. Поэтому дефицит белка в пище тоже может способствовать нарушению так называемой органификации йода. То есть йода может поступать достаточно, но он не будет усваиваться, не будет связываться с белком. Ну и профилактика заболевания щитовидной железы – это, конечно же, прежде всего здоровый образ жизни. Потому что стрессовые состояния, питание, когда получается так, что основной прием пищи только вечером, а в течение дня эти приемы пищи пропускаются или они абсолютно неадекватны, тоже способствуют нарушению иммунного баланса организма и возникновению заболеваний щитовидной железы. Достаточный сон. Достаточный сон. Это тоже очень важно для нормального гормоногенеза и нормального функционирования щитовидной железы. Спасибо большое. Я предлагаю послушать, что подготовили наши ребята в ответ об известном ученом, который внес свой вклад в хирургию не только щитовидной железы, но и вообще в хирургию всю российскую. Да. Этим таким известнейшим ученым, был основоположник вообще всей, я думаю, хирургии России – это Николай Иванович Пирогов. Впервые он эту операцию по удалению щитовидной железы провел в 1847 году обыкновенному рабочему фабрике. И это очень интересная история была. Работника не беспокоило ничего, и ему предложили провести операцию с, так сказать, экспериментальной целью за 10 рублей. И, конечно же, 10 рублей – это были большие деньги на то время, и он согласился, и операция была успешна. Но потом весь этап этих операций на щитовидной железе был остановлен, потому что было очень много осложнений и много летальных исходов. Это продолжалось до того момента, когда в Европе тоже такие известнейшие хирурги, как Риверден, Беллерот, Кохеры, начали проводить эти операции тоже. И в Европе, получается, количество успешных операций увеличилось, вплоть до 200 в год. После этого эти операции успешно перешли в Россию, где также улучшилась и антисептика, и асептика, правила использовались. И вплоть до земских врачей они начали успешно оперировать по 50-60 операций на щитовидной железе. Ну что ж, спасибо большое, ребята. Марина Петровна, ну а традиционно в конце нашей передачи я попрошу для наших телезрителей несколько таких рекомендаций по профилактике заболевания щитовидной железы. Спасибо, Татьяна Николаевна. Я, в общем-то, много уже уделила внимания профилактике заболевания щитовидной железы. Но хотелось бы еще акцентировать внимание на достаточном питании белковом. Хотелось бы активизировать внимание на том, чтобы не было бесконтрольного употребления йода и препаратов йода. И обязательно профилактическое обследование. Потому что заболевания щитовидной железы не всегда себя проявляют симптоматикой. И, в общем-то, очень важно, особенно девушкам, когда они готовятся стать матерями или планируют замужество, обязательно нужно перед планированием беременности провести обследование щитовидной железы. Минимальный объем обследования – это ультразвуковое обследование и определение гормонов щитовидной железы, то есть тиротропного гормона и свободного тироксина. Потому что случаются ситуации, когда девушки наблюдались с аутоиммунным тироидитом без нарушения функции щитовидной железы, а потом выросли и забыли о том, что у них была какая-то проблема щитовидной железы. А когда наступила беременность, обязательным обследованием при постановке на учет по беременности является консультация эндокринолога, конечно же, с определением гормонов щитовидной железы. И когда уже при наступившей беременности определяется гипотироз, это может быть угрозой ментальному здоровью, интеллектуальному развитию ребенка. Поэтому обязательно для девушек, для девушек, планирующих беременность, нужно предварительное определение гормонов щитовидной железы для того, чтобы успешно выносить ребенка. Ну, конечно, нужно еще много всего другого рекомендации, Татьяна Николаевна знает, но прежде всего это важный, очень важный момент. Спасибо большое, Марина Петровна. Ребята, я благодарю вас за участие в передаче. Сегодня у нас в гостях были врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заценка кафедры внутренних болезней номер один с курсом эндокринологии Гомельского медицинского университета Марина Петровна Коплеева, а также двое студентов Кристина Козлова и Владимир Мамонов. Спасибо большое и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин